Всем привет! Меня зовут Стася Гриб. Сегодня я вам покажу, как делать шугаринг рук в мануальной технике. Поехали! Итак, я уже подготовила руку для депиляции. Нанесла обезжиривающий спрей, очищающий кожу и волосинки. И нанесла тальк для шугаринга. Я взяла небольшой кусочек сахара, достаточно плотный, потому что для этой клиентки требуется плотный сахар. Вообще, в любой технике, чем мягче сахар, тем, конечно, проще работать и быстрее работать. Поэтому старайтесь работать мягким сахаром по возможности. Чем отличается мануальная техника от шпательной, либо ракельной техники, либо бандажной техники? Самое первое – это другие перчатки. Работая в ракельной, либо шпательной технике, либо бандажной, либо работая воском, мы можем в виниловых перчатках работать. Они удобны, в них не потеют руки. Если мы работаем в мануальной технике, то мы должны работать в нитриловых перчатках, потому что нитриловые перчатки тянутся, а виниловые – нет. Чтобы перчатка не рвалась, нам нужно, чтобы она немножко тянулась. Также нужно следовать, также нужно учитывать, что перчатки нужно подбирать четко по размеру своей руки, чтобы они плотно облегали и при этом не пережимали руку. Потому что для мануальной техники это очень важно. Итак, вы видите на моем видео, что сахар уже немножечко подтаял, и его проще наносить. Я говорила в предыдущем видео, работая в ракельной технике, что когда мы работаем в мануальной технике, у нас остаются небольшие бороздки. И вот сейчас на видео как раз-таки можно увидеть эти бороздки между пальцами. Так как сахар плотный, то у нас волос не обламывается и хорошо захватывается. Но если бы сахар был совсем мягкий, то волос бы, скорее всего, обрывался из-за этих бороздок. Нужно либо еще раз подбирать сахар и, не попадая в эти бороздки, рядышком проводить пальцами, чтобы таким образом немножко их сглаживать и не оставлять зазорчики. Что сложного в работе с руками? Ну, наверное, из сложности можно выделить внутреннюю часть руки в районе локтя на изгибе. Потому что это очень нежная часть и нужно очень аккуратно работать, чтобы не оставить синяков на изгибе. Там очень мягкая кожа и она не такая натянутая, как на остальной руке, поэтому нужно немножко придерживать кожу, когда вы работаете на изгибе, в изгибе даже. Особенно, если вы работаете мягкой пастой, может возникнуть залип. Нужно очень-очень аккуратно убрать это. Что касается локтей, если локти очень сухие, то тоже может возникнуть небольшая проблема. Как я решаю такие проблемы? Я стараюсь хорошо очень увлажнить локоть средством перед депиляцией, чтобы он меньше сох. Есть гели, с гелями проще работать в этом плане. На сухую кожу, если наносите гель, то намного лучше уходит волос, кожа становится более влажная и никаких залипов не возникает. Какой же плотностью работать на руках? Это абсолютно индивидуальный вопрос. Если волос убирается мягкой пастой, то работайте мягкой пастой. Если волос не убирается мягкой пастой, то работайте более плотной пастой. Можете брать совсем плотную пасту и разогревать ее, работать. То есть вариантов целая масса, как вам удобно работайте. Не забывайте о том, что на руках волосы растут в разных направлениях. И нужно работать, наносить сахар против роста волос, делать отрыв по росту волос. Также просите клиенток скрабить кожу за сутки перед депиляцией. Хорошо проскрабленная кожа, впоследствии это хорошо продепилированная кожа. Объясняйте это клиентам по возможности, пусть скрабят. Тем более какие-то места с более грубой кожей, как локти, колени. Обязательно нужно их лучше скрабить, чтобы они все время наносили крем на эти зоны. В конце процедуры я, как всегда, наношу средства после депиляции. Водичку убираю, остатки сахара, чтобы не разводились там бактерии, не было воспалений. Очень тщательно протирайте все изгибы и труднодоступные места. Далее я наношу крем после депиляции. Вы можете использовать мусс, либо гель после депиляции, либо какие-то другие средства. Сейчас масса всего. И в конце я протираю немного всю салфеточку, чтобы клиент не уходил с влажной рукой от меня. Остатки крема нужно убирать, чтобы не было дискомфорта. Вот я показываю вам результат. Вот что у нас получилось. По-моему, все замечательно, все убралось. Вот мы и закончили делать шугаринг рук в мануальной технике. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди еще много нового и интересного. С вами была Стасия Грик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok